Продолжение следует... Если я правильно помню, то есть он председатель союза приемных семей и так далее. Да, это долго на самом деле рассказывать. Мы вначале представимся, потом у нас будет некий экскурс в том, чем наш эксперт занимается, и мы перейдем непосредственно к теме нашего интерактивного семинара после небольшого вступления. Наташа, ты расскажи немножко о себе, чем занимаешься. Нужен микрофон? Нужен для записи. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Наталья Городиская. Ну, прежде всего, я приемная мама. У меня 13 детей. Ну, уже многие из них выросли. Сейчас с нами семеро детей. И трое из них дети с особенностями развития. Да, дети-инвалиды. И то, чем я занимаюсь по жизни, уже, наверное, лет 10 я в этой теме, это семейное устройство детей, которые оказались в очень сложной ситуации. И вся моя деятельность общественная направлена на то, чтобы как можно больше детей нашли свои семьи. А самое главное, чтобы как можно большее количество детей в этих семьях остались. Потому что ребенка в семью взять, это еще самое такое маленькое. Ну, в смысле, для нас уже такой, ну, самый первый шаг. А все остальное дальше – это самая главная работа. И работа, прежде всего, над собой, как выяснилось, за много лет приемного родительства. И поэтому мы как раз и занимаемся тем, что ведем, я с своими коллегами из фондов, в частности, вот мы сейчас будем говорить про фонд «Арифметика добра». Мы ведем проекты, которые помогают детей в этих семьях оставить. И помогают родителям не выгорать, помогают им повышать свои компетенции, общаться со специалистами, привлекать профессионалов в нужное время, получать весь комплекс услуг, которые приемной семье необходимы. Да, кажется, что раз приемная семья нашла в себе силы и ресурсы взять ребенка, значит, они настолько сильные, что помощь им абсолютно не нужна. На самом деле это не так. Я всю свою жизнь, воспитывая приемных детей, обращаюсь за помощью как к психологам, которые могут быть даже и не родителями вовсе, но хорошими специалистами. И плюс еще к приемным родителям, у которых есть опыт. И так вот, знаете, как равные равному мы помогаем друг другу, потому что очень важно, когда тебя поддерживает твой единомышленник. Это очень важно. И, собственно говоря, именно по этой причине много-много лет назад, когда еще не было никаких школ приемных родителей, не было никаких там клубов, центров, центров семейного содействия семейному устройству и так далее, были обычные детские дома, и в них было очень много сирот, раз в два больше, чем сейчас. Мы стали приемной семьей и поняли, что, в общем-то, мы в таком вакууме, что нам совершенно некому помочь, потому что с первым приемным ребенком были очень большие сложности, несмотря на то, что это была красивая маленькая трехлетняя девочка, голубоглазая, и, казалось бы, никаких проблем с ней не будет. Вот она была моим первым учителем, и она объяснила мне, как могла, что я ничего не знаю вообще, несмотря на то, что у меня есть высшее педагогическое образование, что я прочитала там тысячи форумов по книг, и вообще не книг-книг было мало, а статей каких-то в интернете. И она меня, как раз я очень благодарна, моей дочери сейчас 11 лет, периодически также мы пользуемся консультациями специалистов, в частности, ее последний веселый такой поступок, мы разбирали, я ведущую школу приемных родителей, как раз у нас был такой классный тренинг, трудное поведение приемного ребенка, и вместе с психологом 4 часа, и с новичками, с родителями мы на конкретном примере разбирали вот случай, что может быть, и это было очень здорово, потому что мы понимаем, что учим родителей искать причину не в ребенке, а искать причину в себе, и понимать, что если ребенок себя ведет, как нам кажется, плохо, не потому что он плохой, а потому что ему в этот момент очень плохо. И те, кто рядом, это мы, и мы должны разобраться и помочь ему. И вообще наша миссия родительская – это помочь ребенку, да, помочь, дать ему любовь, дать ему семью, дать ему надежную опору. Я не хочу сказать, что со всеми детьми на 100% это получается, все бывает по-разному, мой опыт бывает разный, у меня есть разный опыт, потому что 13 детей – это много. Но, тем не менее, в любом случае, если вы в жизни ребенка появляетесь, вы даете ему семью и показываете, как может жить обычная нормальная семья, то это очень хорошо, потому что для ребенка, для любого это огромная поддержка. И особенно это касается подростков, как раз вот мы в фонде арифметика добра, в школу приемных родителей, наше направлено устройство подростков в семью, да, то есть это очень важно. Сейчас у нас очень много подростков, и это очень сложная категория детей, с которой надо работать. Но я могу об этом говорить очень много. Сейчас мы хотели представить вам программу, очень интересную. Здесь у нас два партнера этой программы присутствуют. Это Руслан и Сергей. Это я руковожу направлением в фонде арифметика добра развития региональной сети клубов азбука приемной семьи. Вот как раз много лет назад я поняла, что нужно что-то делать, нужно делать какие-то клубы. И тогда в городе Пинзи еще мы создали с моей подругой кафе приемных семей. Так оно тогда называлось. Мы собирались, разговаривали, нашли таких же приемных родителей и плакали друг другу в жилетку за чашкой чая. Это очень хорошо помогало. Я вышла на фонды в Москве, это был фонд «Отказники». Мне прислали книги, я помню, первые книги Петрановской. В класс пришел приемный ребенок, целую посылку. Вот я их раздавала, помню, всем. Ну, в общем, это был интересный опыт, и это выросло тоже в такое большое достаточно движение. И наш опыт я представила в 2013 году на форуме приемных родителей всероссийском, рассказала про кафе. Я знаю, что сейчас во многих регионах есть именно такой проект, называется «Кафе приемных семей». А что касается фонда «Арифметика добра», клуб «Азбука приемной семьи» существует уже три года. И мне очень нравится комплексный подход к сопровождению приемной семьи. Очень важно, чтобы родитель получал помощь вот со всех сторон. Это может быть помощь юридическая, там как раз есть юристы, которые бесплатно консультируют родителей. Это психологи, это монтесори-педагоги для особых детей, для маленьких детей, которым очень часто нужна поддержка именно такого профессионала. Это лекции-вебинары экспертов из разных абсолютно областей. Да это может быть генетик, это может быть психолог, это может быть Людмила Петрановская, это может быть, там могу быть я как приемная мама с опытом. И разные-разные абсолютно люди. У нас по субботам проходят вебинары, которые можно посмотреть, если вы присоединяетесь к трансляции. Как это сделать, тоже инструкции все у нас есть. И можете, если вы включаетесь в рассылку, можете получать вопросы, вернее прислать вопросы к этому тренеру, к ведущему, и он на них ответит обязательно в процессе вебинара. Также в клубе «Азбука приемной семьи» основатель клуба, это Диана Машкова, известный писатель, она пишет о приемных детях и пишет о них, очень хорошо пишет, то есть она пишет правду, да, беспрекрас, пишет такие вещи, которые родителям приемным нужно знать обязательно. И недавно вышла книга, называется «Чужие дети». Это дети моих друзей, тут тоже на фотографии, да, приемные дети, наших активных мам. Рекомендую всем прочтение, потому что это очень правдивая такая книга, она основана, тут очень много реальных событий, легло в основу этой книги. И по мотивам одного из сюжетов, мой хороший друг Миш Комлев снял фильм, называется «Мать». Пока он не идет в большом прокате, но скоро, я надеюсь, появится, потому что сейчас он по конкурсам ездит. Это фильм тоже о том, что переживают дети, когда попадают в систему, и как вообще это может произойти. Сейчас мы покажем, наверное, с Сергеем презентацию нашего клуба, и я всех, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей работе, всех призываю, потому что это очень здорово, когда вы находитесь в сообществе, да, в сообществе тех людей, которые вас очень хорошо понимают и поддерживают. Вот клубы мы создавали именно с этой целью, и сейчас шагнули в регионы, и чему, собственно говоря, очень рады. Мы недавно даже грант выиграли президентский на эту программу. Уж не знаю, радоваться или не очень, потому что отчетности прибавляется, да. Но это, конечно, для фонда, это очень-очень престижно и здорово. Вот, и я надеюсь, что все-таки, так как я возглавляю Всероссийский союз приемных родителей, у нас очень много организаций, то эту программу мы будем продвигать в течение следующего года и в регионы тоже. Может быть, не в таком комплексе, как мы теперь благодаря гранту мы можем сделать это там в четырех регионах России, но в другие регионы мы будем привозить также свои программы, подключать людей к вебинарам обязательно, привозить специалистов, приглашать к себе на стажировочные площадки. У нас есть на это все ресурсы. Два раза в год мы будем проводить такие площадки. И еще в фонде «Арифметика добра» проходит очень хороший такой курс обучающий. Он очень важен и тоже рекомендую, если есть возможность поучаствовать. Он называется «Наставники». То есть вы заканчиваете школу приемных родителей и понимаете, что вы не готовы. Это нормально, не все могут быть приемными родителями. Но так как у нас сейчас в системе дети-подростков очень много, им нужны наставники. Что такое наставник? Это человек, который подхватывает ребенка, пусть он там не проживает вместе, приглашает просто его в гости, следит за его учебой, где-то направляет, где-то подсказывает, ну такой старший хороший товарищ, но этому тоже надо учиться. И фонд «Арифметика добра» как раз такое обучение проводит. И у нас очень многие после школы, когда понимают, что мы все поняли, и, кстати, отрицательный результат тоже результат. В Финляндии из 10 семей, проходящих обучение, только двое становятся приемными родителями. У нас этот процент намного выше. Они понимают, что мы не можем взять ребенка в семью, ну не готовы, ну где-то нам ресурсов не хватает, но наставниками мы быть хотим. И, кстати, из наставнических отношений очень часто складывается потом приемная семья, когда люди поднабирают эти ресурсы в процессе общения с ребенком, со специалистами, в процессе взаимодействия, да. И этот ребенок в семье остается. Мы можем приступить к презентации, да. Да, ну это как раз задача, которую реализует клуб. Ну можно пролистать, да, то есть вот книги, выступления, просвещения. Сейчас, кстати, Диана заниматься будет просветительскими программами, то есть я надеюсь, что будет много книг в ближайшее время, больше книг. Это как раз то, что мы делаем, ресурсные группы для родителей обязательно. Это очень важно, потому что ресурсные группы – это то место, где родитель как раз может набраться тех сил, которых очень часто не хватает, потому что мы выгораем, это очень сложный труд, это на самом деле труд. И когда-то, я помню, на одном из форумов сказала, что воспитание приемных детей, ну вообще любых детей, воспитание, да, кровных, приемных особенно, это такая сложная работа. Он говорит, как это работа? Я говорю, да, это работа, потому что она во всех аспектах работа, да, и 24 часа в сутки ты с детьми, плюс ты еще и над собой работаешь очень много. И даже вот последнее, как раз немножко сегодня отвлеку, вот сейчас отвлекусь от презентации, потому что, ну, как-то с родителями интереснее общаться с людьми, да, так, не сухим языком. Когда разбирали как раз случай вот с моей дочкой, может быть, если будет кому интересно, там немножко расскажу потом позже, я начала понимать, что за те годы, когда вот я нахожусь в процессе общения со специалистами, с родителями в ресурсных группах, я настолько научилась не реагировать так остро, да, как раньше, когда это были первые такие годы самые, вот, когда было очень сложно, когда некому было подсказать, и уже начинаю понимать, что вот, наверное, это какое-то уже искусство начинается, да, когда ты понимаешь, что ребенок делает, для чего делает, да, зачем он, ты сразу раскладываешь это и начинаешь анализировать, да, потом, если какие-то чувства в тебе возникли, ты начинаешь это отслеживать и думать, что вот почему вот так, и я уже думаю, то ли это про деформацию, на самом деле, что, ну, то есть, когда мне родители, другие говорят, я бы за это ребенка своего выдрала, у меня вообще я не то, что я даже, у меня не то, что мысли там выдрать не возникает, у меня сразу такое чувство желания разобраться и вот сразу, моментально, да, хотя там первые чувства могут, вот такая вот какая-то злость возникает, да, зачем она это делает, но очень быстро это сходит вот к пониманию того, что надо с этим работать, это очень здорово, потому что как раз этому дети-то нас, собственно говоря, и учат, и сообщество тоже, конечно, обязательно. Да, и вот как раз фонд арифметика добра, мы работаем над тем, чтобы в семью устраивать подростков, потому что их сейчас в системе много, мы с вами знаем, да, что детей до года практически нет, и на них очереди, очень много детей с особенностями развития, тоже моя любимая тема, и особенно дети с синдромом Дауна, потому что у меня двое таких детей, вот, и дети-подростки, в семье у нас их было шестеро, сейчас уже все взрослые, причем в течение года в семью пришли пятеро подростков из очень сложной категории, да, про которых я рассказываю в клубе, я думаю, что я возвратов, наверное, 50 предотвратила точно, когда люди говорили, что нам невозможно с ним жить, он такой неуправляемый и трудный, и я начинаю спрашивать, а что происходит? Говорю, ну вот, вот мы поставили там границы и правила, приходить домой надо в 10 вечера, а он приходит в 11, да, там, ну и жалуются, я начинаю рассказывать свои интересные истории, что мы пережили, и приходят в 11, это просто что приходят, и в нормальном состоянии это прекрасно, и родители искренне недоумевают, а как же так, как такого ребенка можно оставить в семье, а почему вы его не отдали обратно? И говорю, ну потому что это наш ребенок, и как-то надо с этим, ну, работать, надо что-то с этим делать, ну, сразу взять и отдать, ну, вот, и поэтому от 3 до 5-6 лет, да, дети были в семье, вот в подростковом возрасте, просто они пришли в разное время, и когда спрашивают, кто из них ближе, сложно сказать, но могу, наверное, из 6, трое стали вообще просто на 100% родными, очень-очень, и несмотря на то, что у них есть кровные родственники, они нас считают своими родителями, ну, а с остальными тремя, нет, с одним мальчиком отношения как-то у нас в силу там ряда обстоятельств, ну, он, у тети сейчас мы отдалились очень сильно, да, а остальные две девчонки у меня очень хорошо устроили личную жизнь, и мама им нужна тогда, когда мама им нужна, ну, нормально живут, работают, да, все-все хорошо, поэтому все равно, если вот посмотреть назад и на все эти сложности, которые мы пережили, я вот сейчас понимаю, что это настолько было важно и нужно как им, так и нам, то есть нет такого, что вот, ой, как хорошо, что мы это сделали для них, нет, мы прежде всего, наверное, для себя это все делали. Дальше, сопровождением мы занимаемся, да, потому что у нас заключаются договора в фонде на сопровождении, и семьи обеспечиваются полным комплексом услуг, о которых я уже говорила. Дальше, давай, Сергей, да, по эту скучную презентацию смотреть, надо говорить больше просто. Так, про священие мы сказали, да. А, не хочет больше. Ну, в общем, в принципе, мы все основное это уже сказали про фонд. Фонд находится в Москве, да, и вот Елена знает про фонд, да. На, Наташа, да, простите, да, у нас там просто очень много, да, людей, что, да, иногда могу забыть. Я, у нас такая есть интересная такая у приемных родителей, как анекдот. А есть тут приемные родители вообще? Ага, многодетные. Когда, как, по имени, начинаешь ребенка называть по имени, и там кто-то идти и говорит, мам, это Ваня. Он говорит, а, да, Ваня, да, Ваня, Ваня. Хотя ребенка уже, ну, ты знаешь, что это Ваня. Ну, просто вот в этот момент времени у тебя начинается вот это вот перечисление имен, да. Поэтому прошу прощения, да, такое возможно. Ролик неизбежен. Да, и особенно мне нравилось, когда ты приходишь в поликлинику, у тебя надо карты детей взять, а у тебя их 9 человек. И вот, значит, там спрашивают год рождения. Я потом наизусть выучила, конечно, но сначала я с листочком встану, давай там всех перечитывать, называть, потому что невозможно 9 сразу в памяти держать. Несмотря на то, что двойкровных, тоже путаешься там периодически, а тут 9 человек. Так, ролик. Так, ролик. Это ролик про наш, да, про наш клуб. ...фонда «Арикметика добра» 3 декабря 2014 года. Днем рождения клуба считается дата выхода книги писателя Дианы Машковой «Если б не было тебя». Блохо слышно, да. Будучи не только писателем и известным общественным деятелем, но и многодетной и приемной мамой, Диана знает не понаслышку проблемы детей в детских домах, но проблемы приемных семей. Клуб создан 3 года назад, собственно, получилось это все из моей личной потребности, поскольку супругом удочерили девочку, и стало понятно, что очень хочется общаться с теми людьми, которые тоже приняли детей в семье. Основная цель клуба – просвещение приемных семей, психологическая поддержка детей и взрослых, обмен опытом, знакомство кандидатов в приемные родители с воспитанниками детских домов. Кстати, подобные знакомства уже стали постоянной практикой клуба. Только за последний год было совершено несколько выездов на 1-2 дня, в которых участвовали приемные семьи со своими кровными приемными детьми, кандидаты в приемные родители и дети из детских домов. В этих поездках укрепляются внутрисемейные связи, а также происходит знакомство родителей с их будущими детьми. Мы считаем, что это самое главное для ребенка – иметь семью. Мы познакомились и с Федей, и с Наташей, благодаря клубу «Азбука приемной семьи», благодаря фонду «Арифметика добра». Тогда поехали в Казань, которая в раз устраивалась в клуб эту поездку. Это была поездка для кандидатов в приемные родители. Ну и было несколько уже состоявшихся приемных мам. Так что говоря, я была бы поездкой. Для тех, кто еще находится на пути к принятию решения о том, чтобы взять ребенка в семью, существует школа приемных родителей и школа наставников. Это костевая форма приема ребенка в семью, в основном для школьников и старших школьников. Отдельно хочется сказать об учредителе фонда «Арифметика добра» Романе Авдееве, многодетном отце 23 детей, 17 из которых установленные. Человек становится человеком, когда он полноценно ощущает себя личностью. Я уверен, что без чувства сострадания не может состояться человеческое личность. Благотворительный фонд «Арифметика добра» регулярно проводит встречи клуба приемных семей, ресурсные группы для детей и взрослых, семинары, тренинги, круглые столы, а также организует неформальные мероприятия для поддержания общения семей. Психологическое сопровождение приемным родителям и детям оказывают опытные специалисты. Если вы уже приняли ребенка в семью или только думаете об этом, приходите к нам, мы будем вам рады. Как вы делаете доброе, нужное и правильное дело? Такой интересный короткий ролик. Вот на самом деле то, о чем было сказано про клубы приемных родителей, оно сегодня двигается уже по стране. Как раз Наталья является тем человеком, который занимается развитием уже региональной сети клубов «Азбука приемной семьи». Я думаю… Здравствуйте, Элла, рада вас видеть. Мы будем потихонечку переходить к более интерактивному формату общения. И как у нас заявлено в теме нашего семинара, мы сегодня говорим про то, как нам уберечь наших кровных детей, при том, что приходят приемные дети. Это один из вопросов, который не всегда выходит на первый план, а это достаточно важный вопрос, потому что это целостность семейной системы и то, как дети смотрят. И я предлагаю, мы построим дальнейшее наше общение, дискурсию в таком формате, что, я думаю, Наталья еще немножко расскажешь нам, потому что у Натальи есть и кровные дети, и, как послышали, приемных много детей. Вот, может быть, про себя немножко расскажешь, как это было у вас, и дальше мы перейдем к формату вопросов и ответов и комментариев. Ну уж если мы говорим о кровных детях, да, в приемной семье, это вопрос, который поднимается буквально, ну, из недавнего времени. У нас раньше очень много внимания уделялось адаптации приемного ребенка в семье, об этом все говорят, родители, специалисты, ШПР уделяют этому огромное внимание, да. Но очень мало внимания уделяется чувствам кровного ребенка, того ребенка, который вынужден делить маму и папу, вынужден принимать их решения тоже, потому что это решение взрослых людей. Хорошо, когда с ребенком советуются, но вы сами понимаете, что если бы мы со своим старшим кровным ребенком советовались, а хочешь ли ты братик или сестричку, да, то половины населения земного шара бы просто не было, потому что очень часто дети говорят нет. Ну, я хочу, мне нравится, я один, и все меня любят, зачем мне кто-то еще. Поэтому родители, да, они принимают это решение и не задумываются очень часто над тем, что ребенок кровный в это время тоже находится в зиком стрессе, и на его стресс почему-то внимания обращают мало, потому что все бегают вокруг приемного ребенка, как же так, вот он только пришел, и он с такой тяжелой историей, мы с вами должны помогать обязательно ему адаптироваться, а потом вдруг наступает наша адаптация, и вопрос, где же здесь кровный ребенок. Поэтому очень часто эти дети нуждаются тоже в специальной помощи, и мне понравилось, вот первый раз я об этом услышала, как-то думала об этом, но у нас как-то с кровными детьми сложилась такая история, что они сами хотели детей, тех детей, которых мы принимали, включая подростков, они очень хорошо знали, потому что выезжали со мной с мужем в социальные проекты, где были эти дети, мы их приглашали в гости, поэтому как-то все происходило с их участием, и с младшими детьми то же самое, и когда сейчас мы, например, с мужем говорим, а вот, а вдруг, а может быть, сейчас в дом переехали, место есть, а мне моя дочь говорит, она сейчас стала старшей, кровная моя дочь, 14 лет ей, потому что подростки уже выпустились, она говорит, мам, не, давай подождем, я говорю, да, дочь, давай подождем, ну как-то вот, ну сейчас, наверное, не время, надо сделать это, надо сделать то. И с детьми надо советоваться, да, но не все советуются, и может быть, иногда их мнение будет, ну, к нему надо прислушиваться, возможно, но оно может быть ошибочно, ну, как, например, из моей собственной практики, старший приемный сын, когда узнал, что мы хотим усыновить ребенка с мужем, маленького ребенка, у нас на тот момент было шестеро детей, он сказал, а зачем, вы что, всем, вы всем не поможете, не надо, зачем он вам нужен, тем более у него там инвалидность еще, вообще, зачем, я говорю, ну тебе же помогли когда-то. И так интересно, когда мы усыновили Диму, двухлетнего мальчика, прекрасного, сняли все, он вообще здоровый ребенок абсолютно оказался, у них самые трогательные отношения, вот, у Ваньки с Димкой, он, как он его вообще, не знаю, ну, не вину чувствовал, но вот так вот его любил все время, на себе таскал, то есть, вот, я говорю, Ванька, помнишь наш разговор? Да, помню. То есть, вот, тут тоже родители должны это чувствовать, не всегда, вот, ох, ребенок сказал, нет, значит, нет, но обязательно уделять время кровным детям. Вот, специально хочу вот обратить внимание на то, что как раз вот в фонде «Арифметика добра» сейчас есть специальная программа, где работают, в этой программе работают с кровными детьми в приемной семье. Есть ассоциации приемных родителей города Москвы, вот сегодня должна была быть председатель Юга Алия Бубнова, может быть, кто-то ее знает, тоже известная приемная мама, ее детки тоже с особенностями развития. Она сейчас пишет программу специальную тоже по работе с детьми с кровными детьми в приемной семье, и мы планируем вот как раз совместно с ней в фонде «Арифметика добра» провести круглый стол на эту тему, приглашаем всех желающих, потому что в эту сторону надо двигаться, с этим нужно работать, потому что детей травмировать ни в коем случае не нужно, особенно своих. И, значит, как с ними работать, что с этим делать? Вот я эту идею привезла из Финляндии, когда была там на стажировке, мне очень понравилось. Вообще сама их система семейного устройства, как это все работает. И плюс нам специалисты рассказали, что у нас обязательно уделять этому кровным детям время. Говорю, как? Расскажите. У нас вообще… Ну, есть оно, есть. Сейчас еще опека начала спрашивать, а вот ваши кровные будут не против. Вообще раньше никто ни о чем не спрашивал. Берите только, забирайте. Они говорят, раз в год мы проводим тренинг, специалисты проводят тренинг для кровных детей в приемной семье. Однодневный или двухдневный, по-моему, такой вот интенсив. Туда приглашаются только кровные дети. И там проговариваются все их чувства, все эмоции, все переживания. Специалисты видят, надо с этим ребенком работать, не надо с ним работать. Возможно, там на что-то обращают внимание родителей. Это очень важно, потому что иногда им просто надо выговориться, и не всегда это можно сделать родителям или кому-то. Но когда есть специалист, который умеет с этим работать, это очень хорошо. Это очень хорошая программа. На самом деле, хорошо бы, конечно, на круглые столбы коллег из Финляндии бы еще пригласить. Надо подумать об этом. И мне как-то чисто интуитивно, когда спрашивают, а как вы со своими кровными детьми договаривались. Ну, во-первых, у меня была очень интересная история, когда родился второй ребенок кровный. То есть первой девочке было 4,5 года, и родился сын. И моя девочка, которая вообще просто очень со всеми дружила, и такая была открытая, она замкнулась очень сильно. И я поняла, что мне нужны специалисты. И как раз вот в то время я поняла, что нужно обращаться к специалистам, еще не будучи вообще приемной мамой. И мы прошли с ней курс трехмесячный. У нас была школа, такая психологическая детский центр, Lingva назывался, я помню, в то время. Там были разные программы, и в том числе направленные на вот эту вот адаптацию детскую, к браю, к братикам, к сестренкам, к дружбе, вот это взаимоотношения. И могу сказать, что я очень была рада. Мы, кстати, работали с нами тоже, специалисты объясняли нам, что не она старшая, что если хочет сосочку, давайте. Что не она выбрала себе эту роль в семье, и не надо ей об этом постоянно говорить, что теперь ты ответственность несешь, что ты старший ребенок, ни в коем случае. И они научили нас с ней себя вести. И что мы получили потом, это настолько трогательное взаимоотношение детей в семье, что когда ко мне пришли старшие дети, приемные братья, сестры, подростки, и с дикой ненавистью друг к другу, испепеляющие просто, я даже помню, за кровоскомте плакала, потому что я не могла представить, что такое вообще возможно. Как можно так друг друга ненавидеть, если вы родные. Вот для меня это был вообще шок просто. И я тогда еще вот эту школу прошла и поняла, что нужно обязательно уделять внимание ребенку. Вот мне тогда сказали, уделяйте ей внимание много, старайтесь с ней быть больше. И вот этот вопрос, когда ребенок спрашивает, мама, ты меня любишь больше? И такой тупик у мамы, потому что ну как-то врать нехорошо, а честно ответить сложно. Ну как там, я вот не могу сказать, кого люблю больше, а кого меньше. Меня тогда научили, да, ну говорите, я тогда спросила, как мне отвечать, мне сложно, да, больше, не больше, меньше, я человек честный. Ну скажите, я люблю тебя дольше, ну да, я люблю тебя дольше, да, то есть вот тебе уже 4,5 года, и ты в животике еще была год. Ну вот Максим, он очень маленький, я тоже его люблю, я же мама, да, и вот как-то вот такими беседами, какими-то совместными походами там в кафе, там мы с ней вот до сих пор, у меня с дочкой, у нас она в подростковом возрасте, которого я уже совершенно не боюсь, воспитав такое количество подростков, я стараюсь проводить с ней время, то есть куда-то с собой забирать. Я помню, что мы с ней на несколько дней вдвоем уезжали в Крым, просто вдвоем на машине, чтобы просто побыть вдвоем. Мы с ней там, какие-то у нас есть секретики, какие-то вещи она со мной обсуждает, я понимаю, что мы подруги, и это нужно сохранять. И этому нужно уделять время, потому что отношения с ребенком нужно поддерживать очень. И она мой первый помощник сейчас в воспитании детей, потому что малыши подрастают, и я не знаю, что такое уроки со средними в школе, слава богу, потому что она у меня такой массовик-затейник, причем уже работает на детских праздниках, зарабатывает деньги в свои 14 лет, и да, мы просто живем в селе, у нас есть ДК, ее все время приглашают с детьми, она очень любит детей, но я думаю, что это просто по моим стопам ребенок идет. И мне вот это сохранять нужно, я стараюсь ее куда-то с собой взять. Потом есть еще другие дети, с которыми тоже нужно это поддерживать. Но не в таком формате, что ты знаешь, Артем, сегодня среда, и мне нужно уделить тебе время с двух до трех, я все с тобой. И давай, рассказывай, что у тебя происходит, давай вот сейчас вот отвечай, я буду отвечать на твои вопросы, а что тебя интересует, и я тебе буду их задавать, и ты мне будешь рассказывать, что в твоей жизни происходит. Это очень сложно, особенно с подростками, это вообще никуда не годится, хоть и говорят, каждая мама там 15 минут в день должна уделять каждому ребенку. Вот я могу сказать, что это не так абсолютно, что расписания нет, что вы сами чувствуете, когда ребенку время надо, а когда нет. Иногда просто ребенок заходит в комнату, закрывает дверь, да, подросток особенно, и пусть. Иногда вы чувствуете, что за этой закрытой дверью что-то происходит, да, что ему плохо, или, ну, по поведению, по какому-то взгляду, да. И тогда я там либо стучусь, захожу, понимаю, что будет диалог или нет. Там можно я с тобой побуду, там начинаю что-то рассказывать, и заодно спрашиваю, что происходит. Но это касается всех и кровных, и приемных детей, да. Вот, но, то есть вот эти вот правила общие, когда по 15 минут в день мне спрашивают, а как вы успеваете? Я говорю, слушайте, нет у нас такого, я просто понимаю, когда какому ребенку нужно время. Я понимаю, что кровный сын, он ближе к папе, он спортсмен, папа спортсмен, они ездят вместе на сборы, и у нас здесь папа уже уделяет больше времени, да, вот кровному сыну, чтобы он не чувствовал себя, ну, как бы среди вот такого большого количества детей, тоже каким-то вот ущербным может быть, или ему не хватает внимания папы. Я понимаю, что он ближе к папе, и мы с ним эти роли распределили, да, что вот где-то я девчонок, он мальчишек, и особенно, кстати, вот что касается пап, для подростков, мальчиков, это настолько важно, даже когда папа просто сидит с ними за ужином, вот, и о чем-то спрашивает. У них не было пап ни у кого, я помню, мои мальчики, вот просто они вот, они были готовы, я не знаю, вот сидеть и рассказывать, потому что для них это так ценно, а папа не всегда может уделить время, потому что он работает, потому что он занят, может быть, еще что-то, но вот уделять время, вот, это важно. Но мы говорим о кровных детях, да. И вот хороший был вопрос Сергей, да, мне задавал по поводу усыновленных детей, то есть если ребенок в семье с рождения, то как-то сложно его назвать приемным, да. Вот у меня есть такой мальчик, да, он с двух лет у нас, и такое ощущение вообще, что он был всегда, и как-то он так вписался быстро, не было никакой адаптации страшной, про которую рассказывали, хотя я накануне усыновления жутко боялась, мы его навещали, когда он был очень ненастроен на общение, везли его домой, когда он кричал так, что я подумала, что мы делаем вообще, бедный ребенок, и зачем мы его так мучаем, вот, но ребенок вообще просто настолько родной, что вот, наверное, с ним мне сложно в плане, как я, у нас тема приемства обсуждается, но с ним очень сложно вот это проговорить, что не я тебя родила, ну, как-то я, ну, все дети знают, но вот конкретно вот на это внимание обращать, ну, как-то вот, не знаю, мне полное ощущение, что как-то оно так и было, потому что он так чудесным образом к нам пришел, вот, но, тем не менее, он пришел, и вот эти курсы все, они направлены, конечно, на именно кровных детей. Ну, вот, мне кажется, что есть какие-то нюансы, что есть, если ребенок совсем-совсем вот с такого возраста, некоторые дети же и не знают, в принципе, хотя против вот этой тайны, они не знают, что они усыновленные, что они пришли. Вот здесь, кстати, на круглом столе это можно обсудить, да, вот, вот, как это, как вот, почему именно только для кровных детей, да, если это дети усыновленные с маленького возраста, то, может быть, да, для них тоже, может быть, ну, немножко там что-то будет еще там, какие-то другие подходы, но тоже на эту тему надо будет рассуждать. Вот, но самое главное еще родителям, вот эти мифы, которые есть очень часто, да, я беру ребенка для своего кровного, чтобы не был эгоистом, чтобы там понимал, что такое детский дом, или чтобы он был другом моему ребенку, да, вот эти мифы, о которых очень много всего написано, надо понимать, что это все не так, и ожиданий быть не должно, то есть, и тем самым вы облегчите жизнь своему кровному ребенку, если вы не будете брать ему, брать или сестричку в наказание, как это часто бывает, либо наоборот, ему досаждать тем, что ты знаешь, вот ты теперь старший, вот мы взяли, и все, ты старший, а вот он маленький, у него такая тяжелая история, не было мамы и папы, у тебя всего много, давай ты вот отдашь, да, ну вот к вам придет какая-нибудь соседка и скажет, ой, вы знаете, у меня там жила вообще в глухом селе, не знала, что такое удобство, а у вас квартира с удобствами, и кровать такая большая, дайте я с вами посплю на этой кровати, а что вам, у вас же все есть, а вот мне это поделитесь, делиться-то надо, ну вот придет к вам жить, и будет с вами жить, что вы будете чувствовать при этом, будете чувствовать то, что вы эту соседку, ну, тихо ненавидите в лучшем случае, старайтесь от нее избавиться, ничем с ней не делиться, и вообще-то кто такая, что ты еще на моей территории, и с какой стати вообще мне что-то нужно для тебя делать. Вот приблизительно то же самое, да, очень часто мы от детей требуем, а ребенок, ну, совершенно не должен, не обязан, не хочет, имеет на это полное право. Поэтому наша задача родительская объяснять, да, рассказывать, как я вот тогда Ване старшему говорила, Ваня, он там один, он никому не нужен, он до года даже не сидел, плохие прогнозы, пять семей его смотрели, никто его не хочет, а я его один раз увидела и поняла, что вот наш. И вот как-то вот потихоньку, потихоньку, да, вот фильмы, очень хорошая тема. Фильмы – это вообще такая история, да, когда ребенок начинает видеть и понимать, там где-то сочувствовать героям. У нас много разных фильмов, но вот на эту тему можно посмотреть. И тогда дети погружаются и начинают там сочувствоваться, переживать, да. Вот я брала детей в детский дом, ну, допустим, тогда это было можно, это было много лет назад, или вот в проекты. Ну, в проектах они, так было интересно, что дети не понимали, что это там сироты, не сироты. Ну, моим детям вообще все равно, там даже если мальчик на коляске, то у нас друзья, друзья из дома интерната, у меня сын вырос вообще, у него друг, который без ног, мальчишка, ну, победители минуты славы, может быть, знаете, в 10-м году были двое мальчишек, которые на колясках танцевали, я их очень хорошо знаю, один из них Даня, да, и у меня сын все время называл его байкером и катался с ним, вот они летали в этих проектах, я с ужасом закрывала глаза, потому что ребята летают на этих колясках так, что просто вот, я очень за них боялась, но он сажал моего Макса, там, трехлетнего, и ездил, то есть для моего Максима, там, рассказать в садике о том, что ты знаешь, у меня есть крутой друг, который без ног танцует брейк, а те слабо, вот так вот, да, то есть вот для них это уже не люди, которых ограниченные возможности, а наоборот, да, то есть люди, которые вот-вот в таком вот умеют все, это круто, он мой друг, в общем-то, этим можно гордиться, и мы как-то детей к этому приучали, да, говорили о том, что, ну, по-разному бывает, бывает, что дети оказываются без мам, без пап, бывают дети с заболеваниями, вот, например, дети с синдромом Дауна, у нас в семье двое, и хотя мы их воспитываем, ну, как-то вот не то, что воспитываем, а взаимодействуем с ними, как с обычными детьми, стараемся, да, для того, чтобы не было вот каких-то исключений, все равно очень часто там, ну, понятно, что это немножко другие дети, у них особенности есть, и когда там Ваня начинает чудить, я говорю, ребят, ну, делайте скидку немножко, да, там, ну, как же так, вот он там, я говорю, ну, вот он так, а ему надо просто объяснить, надо подойти к нему обнять, надо подойти там, там показать, там вот конкретно рассказать, но не надо просто вот там сразу начинать там ругаться на него и так далее, он же очень добрый, он же добрый, вот ты подойди, обними и все, да, даже если он в тебя бросил машинку, потому что разозлился, ты подойдешь к нему, улыбнешься, он к тебе побежит, и на тебе повиснет, и будет там радостно кричать, то есть это люди, с которыми можно взаимодействовать вот добром, вот с помощью добра добиться можно всего чего угодно, абсолютно, только не агрессии, не криками, потому что это наоборот очень такая страшная история, и это будет только негативные последствия, после этого я своим детям это все рассказываю. Значит, у нас есть девочка, которая шунтирована гидроцифолией, когда мы ее привезли домой, но это так, чисто внешне была такая немножко, ну, такая история страшная даже, потому что чисто внешне ребенок, которому было 3 года, это была полтела, это голова практически, да, там маленькие ножки, но она ходила, хорошие прогнозы, очень умная девочка, развитая, сейчас она стала красоткой, потому что тело вытянуло, с голова осталось такой же, и прическа красивая, модница, и все ее обожают, и она у нее же жених там есть, она всем рассказывает, и когда вот мы привезли тоже, и я видела глаза своей дочки, но она как-то вот сначала так немножко удивилась, а потом дети настолько быстро принимают, да, что вот она начала сама крутить бантики, так, мама, давай отращивать ей волосы, пойдем ей купим вот это, вот это, да, как-то старалась улучшить ее внешне, для того, чтобы вот, ну, она стала такой красоткой, на самом деле девчонка очень красивая, я вот сейчас иногда думаю о ее родителях, которые очень поздно родили ребенка, и это девочка, которая вырастет обычным человеком, просто люди об этом не знают, да, вот почему у нас не просвещают родителей, она выйдет замуж, она будет работать, более того, она будет отлично учиться в школе, потому что она запоминает стихотворение с первого раза, она знает все цифры, она знает алфавит, вот ей сейчас 6 лет, настолько развитый ребенок, мы ее называем мать, потому что она в курсе всех дел, она руководит мальчишками, она знает, в какую грядку мы что будем сажать, и в общем, там такая вообще вот, вот просто, ну руководящий работник растет в будущем, точно, вот 100%, и вот как ты иногда думаешь о родителях, и да, столько вот, ну упущенных таких моментов, ну в общем, я могу говорить бесконечно, поэтому если у кого какие-то вопросы есть, по теме, либо там по детям, да, я с удовольствием отвечу. Друзья, да, Наталья прекрасный рассказчик, вот, дослушаю историю про девочку, прям про всех остальных, еще не все знаем, вот, на самом деле, вот, что я сейчас увидел, в том, что было сказано, в общем-то, будь то кровные дети, либо дети усыновленные в раннем возрасте, наверное, наше сегодня основное, такой вопрос, это о том, что детей, которые уже в семейной системе есть, нужно с ними работать, нужно их готовить, и не только старшие, которые там подписывают, да, какое-то согласие или, но работать с этим более серьезно. Могу в двух словах сказать просто о примере в нашей семье, когда к нам полтора года назад попал подросток, 15-летняя девушка, у нее было возвраты из приемной семьи предыдущей, и причиной, по крайней мере, та, которая была озвучена, я полагаю, что это правда, причиной был конфликт с кровным ребенком, то есть тот ребенок не был совершенно готов, это была девочка такого же, возраста, и на этой почве вот эта вот взаимная неприязнь, были произведены определенные манипуляции, на которые приемная мама отреагировала таким образом, когда, в общем, девочку сдали назад, то есть это травма, это еще большее крупное доверие, вот, поэтому, конечно, с этим нужно работать, ведь дети бывают порой жестокие, и если правильно не объяснить, не подать это в свое время, то можно тем самым даже разбалансировать свою собственную семью, вот, я не знаю, мы когда принимали вот второго ребенка, у нас уже была одна маленькая девочка с рождения, потом взяли мальчика три года, и нам как бы говорили специалисты о том, что вот он ее будет старше немножко, вот как бы вот она потеряет свою лидирующую роль, объясняли, но чисто интуитивно, мы с нашей Машей, которая была тогда, наверное, годика два с половиной, я ей каждый вечер рассказывал о том, что есть Саша, который скоро к нам придет, которого мы ждали вместе с ней, и это было буквально месяца, наверное, три, до того момента, когда он пришел домой, и когда он пришел, наша Маша бегала вокруг него, она ему помогала, она его ждала, то есть она была абсолютно так же готова к принятию этого ребенка, мы не поднимали эти вопросы, мне кажется, это в какой-то мере естественный такой процесс, который, в общем-то, в рамках семьи нужно запускать, то есть мы же не только как родители их берем, если у нас еще есть дети, то и они участвуют во всех этих вещах, которые будут происходить потом, то есть все меняется, я помню, когда принесли нам четвертого ребенка, маленького Мишу, трое тех, которые уже были, они тоже ждали, у нас есть фотография, где они его увидели, и они кричали, он настоящий, потому что они не верили в наши рассказы, о том, что скоро появится еще кто-то, вот они стояли все вокруг, смотрели туда, вот в эту колясочку, там лежал маленький Миша, они его трогали, и вот это таким образом происходило, но не всегда так радужно и красиво, вот, когда приходят дети, на самом деле, более старшие, они занимают другую позицию в семье, и здесь начинается эта перестройка, кто старший, кто не старший, я хочу сказать о том, что всегда будет индивидуальность, всегда будет в каждой семье, будет своя вот эта вот история, и в какой-то мере, я думаю, что могут быть эти курсы, круглые столы, но на это нужно обращать внимание. Я хочу перейти в более интерактивной форме, вот, и прежде чем вопросы будут, у нас сегодня с нами еще Элла Музыченко, я хотел бы вас пару слов сказать по этой теме, тоже попросить, если возможно, вот с вашей точки зрения, я микрофон свой передам. Вы знаете, я смотрю на этих героев, у меня один приемный ребенок, но, и, к счастью, наверное, у меня не было проблем с принятием моими кровными. Да, наверное, моя старшая дочь, ей было 14, а сыну было 4, когда появилась Ева у нас, и действительно, моя старшая дочь ездила со мной, помогала работать в инфекционную больницу в Подмосковье, она все это видела, она работала наравне со взрослыми, это очень хорошо, когда ребенок просто погружается в то, в чем находятся его родители, чтобы, знаете, пережить это на себе, потому что я работаю, я директор христианской школы, здесь, в городе Москва, и у меня в школе очень много приемных детей, потому что мы именно специализируемся на детях из христианских семей, но также мы принимаем сложных детей, потому что у нас нет специалистов, может быть, для того, чтобы обучать детей и аутистов, детей, может быть, каких-то очень сложных заболеваний, но тем не менее справиться с адаптацией ребенка, с адаптацией подростка, мои преподаватели все фактически еще и психологи и имеют очень высокую квалификацию, и, вы знаете, мы сталкиваемся с такими вопиющими историями, когда действительно не поймешь, кто больше страдает в семье, либо взрослые, либо дети, либо приемные, либо кровные, потому что если находят они общий язык, то это огромная беда, и тогда мы вспоминаем, извините, мы все здесь христиане, мы воспитаем, родители вспоминают об ответственной перед Господом своих кровных детей в первую очередь, об ответственности перед семьей, и даже встает вопрос о возврате, вот буквально в этом году у нас был вопрос с девочкой, которую привезли с Дальнего Востока, не справились родители, не наши, чужие, привезли в органы опеки, ставили в кабинет, закрыли дверь и убежали, и моя родительница в это время была как раз в органах опеки по своим вопросам, ее попросили, возьмите, пожалуйста, возьмите, подержите у себя, знаете, как животных, на передержку, но она взяла ее, но ребенок казался действительно сложным, и здесь вот на сегодняшний момент, на мой взгляд, нужно не так даже этой девочке помогать, а помогать семье, потому что они настолько вымотались, и, к сожалению, на сегодняшний момент, действительно, дальше, во многих опеках, дальше, под подписи детей старше 10 лет о согласии принятия приемного ребенка ничего не делается, к сожалению, к сожалению, во многих школах приемных родителей не уделяется внимания даже согласию, действительному согласию мужа или жены, кто является инициатором, потому что, вы знаете, жизнь такова, что, когда наши кровные дети бывают, заболевают, не каждый из супругов выдерживает, и разваливаются семьи, и приходит беда, а если этот ребенок приемный, но усыновленных, знаете, как вот недавно совсем, буквально года два появилось выражение разусыновленный, вы знаете, у меня, моя дочь живет с нами с 2004 года, и в те времена я более активнее занималась вопросами содействия усыновлению, приема ребенка, такого слова не было, потому что люди миллион раз подумают перед тем, как пойти в суд, пройти все эти заседания, это все-таки серьезно, это, ну, и принимали ребенка под опеку, в любые формы, но не шли в суд, сейчас люди согласны идти в суд, потому что они знают, ну, хорошо, я повожусь, и будет разусыновление, а зачем? Вот эти вот, говорили о круглых столах, действительно, нужно брать родителей практиков, которые знают, чем это может грозить, у которых даже один, пять детей в семье, и что делать кровным детям, у меня сейчас дома живет подросток, вот у моего сына 20 лет, моей девочке, которая усыновленная в свое время была, ей 15, вот у меня дома действительно, дома живет подросток, у нее, знаете, как, вот у женщины гормональные вот эти вот вещи, вот у нее, вот как погода, наверное, сегодня, ну, к сожалению, это так, и мой сын не выдерживает иногда, иногда я слышу, они там перепалки, я их, ну, он, он понимает ее, он говорит, ну, что, подросток, они все понимают, я разговариваю с сыном, я его пытаюсь учить, я пытаюсь что-то сделать, но, вы знаете, не всегда и мне, я с этим справляюсь, хотя я и образование имею, но я часто вижу, что любое образование в своей семье, оно теряет силу, знания, они куда-то уходят, потому что преобладает, это как у врачей, что они не могут лечить, оперировать родственников, вот я никогда не могу, иногда не могу справиться со своими детьми, для этого нужны службы, для этого нужны органы опеки, собственно говоря, господа, они работают для этого, чтобы они оформлять бумаги, а в первую очередь для того, чтобы сохранить семьи, для того, чтобы сохранить и приемных детей, которые уже пришли в семью, и возвраты, это еще страшнее вещь, чем жить в детском доме, но также сохранить и то, что мы уже имели до того, и брак, и кровных детей. Это огромная работа, которая, к сожалению, сейчас ничем не подтверждена, ни законодательно, ни учебников, поэтому очень мало психологов работает в этой теме, очень мало, потому что чаще всего разговаривают с ребенком кровным, и если конфликт есть с усыновленным ребенком, просто разговаривают, как с подростком, просто разговаривают так, как будто ребенок, просто сложный подросток, а здесь совсем другое. И если есть такие психологи, которые могут помочь в таких семьях, я думаю, в первую очередь нужно прибегать к их помощи, я думаю, в первую очередь нужно обращать внимание на мелочи, потому что когда уже будет совсем плохо, это уже сложно строить на чем-то, когда уже есть сильный развал. Родителям нужно уделять время друг другу, я имею в виду супругам, не допускать этого выгорания, когда просто люди уже друг друга видеть не могут. И то же самое у детей. То же самое. Вот это внимание, безусловно, каждому ребенку, может быть, не нужно, правда, вести календарь, но с другой стороны, с другой стороны, по статистике, каждый родитель, даже с кровным ребенком, вот в Москве, по крайней мере, уделяет внимание максимум 20 минут. А остальное время наших с вами детей воспитывает окружение их. Школа, друзья, улица, интернет и так далее. И вот эти 20 минут их нужно хранить, как зеницу ока. Просто посидеть, даже рядом помолчать. Просто поговорить на отвлеченные темы. Может быть, они для вас не нужны, но для ребенка даже сидение рядом, это важно. Поговорить о его чувствах. Знаете, как недавно я была на семинаре Надежды Обеденовой и задали вопрос, как говорить с ребенком. И мне так понравилось, что она говорит, говорите о том, чем ребенок переживает. не о том, как прошел его день, что ты кушал, кого видел, кого слышал, а именно о том, что он переживает внутри, какие эмоции он испытывает. Если ребенок научится разговаривать и говорить вам словами, что у него происходит внутри, вы сможете избегать очень-очень больших проблем. Вы знаете, я пришла домой, я знала это, но я никогда не делала это над своим ребенком. И как раз получился какой-то у нас разговор с моей приемной дочерью. Я ей говорю, ну расскажи, что ты чувствуешь. А она молчит. Я говорю, ну что это? Она говорит, это чувства, их нельзя сказать словами, это другое. Я вижу, что у нее внутри что-то прямо аж клокочет. Я говорю, ну передай словами, ты на меня злишься, ты ругаешься, ты, я не знаю, ну, она говорит, это нельзя перенести, передать словами. Ребенок не умеет этого делать. Это мое, видимо, упущение. Потому что вот эти 20 минут в день я говорила о чем угодно. О ее успеваемости, о школе, о каких-то проблемах. Но я не говорила о ней. И теперь она не может мне это высказать. И теперь мне нужно начать сначала. Вот для этого я говорю всем родителям. Родной или кровный, ой, родной ребенок кровный, либо это приемный ребенок любого возраста. Если он умеет говорить, с ним нужно очень много разговаривать. Ему нужно уделять очень много внимания. Всех, пусть у вас даже 15 человек детей. Это сложно, но это нужно. То же самое с вашим мужем или женой. Мы все нуждаемся во внимании. И это самый главный вопрос и самое главное, на мой взгляд, вот просто как практика, самое важное и самое, на первый взгляд, простое решение этой проблемы. Главное ее научиться, как это делать. Спасибо. Спасибо большое, Элла. Хорошо. Друзья, есть у кого-то комментарии, либо вопросы? Может быть, что-то вы услышали, хотели уточнить, спросить? Если есть, то поднимайте руки, мы дадим вам микрофон, либо мы можем дальше пока продолжить общение. У меня есть некоторые вопросы, которые я бы хотел задать. Вот, наверное, Наталье спрошу сначала. Мы сейчас говорим о том, что с приходом в семью нового ребенка, будь то подростка, мы готовим тех, кто в ней уже есть. Вопрос у меня такой немножко общего плана. Ну, я думаю о том, вот, допустим, есть семья, уже сформированные внутри отношения, есть определенный ресурс, который, как правило, чем-то лимитируется. Вот, но есть ребенок, вот, живой ребенок, будь то подросток, там, 15 лет, которому скоро идти уже в собственную жизнь, и вроде бы он не против пойти в семью. Вопрос очень общий. Вот, в любую ли семью, да, с учетом вот всего того, что вы говорили, Наталья, что она может быть гибкой, трансформироваться, готовить, стоит ли принимать? То есть, вот как взвесить риск того, что именно вся семья, а не только родители, будут готовы к тому, чтобы этот ребенок пришел, чтобы он не разрушил других, и чтобы этот ребенок получил в этой семье то, что именно ему надо, то, о чем говорил Элла, это вот принятие, это общение, вот эта вот потребность. Вот, какое вот ваше мнение на это? Ну, вообще, конечно, все индивидуально, как мы об этом говорили раньше, да, но, мне кажется, все-таки, не зря у нас сейчас сделали обязательное обучение, и если школа достойная, и с хорошей программой, и ведут занятия психолог в паре с опытным приемным родителем, что очень важно, люди смогут в процессе обучения уже ресурсы свои взвестия, подумать, можем ли мы принять такого ребенка в нашу семью, потому что мы помогаем это делать в процессе обучения, принять правильное решение. Вот, это первый момент. Следующий момент, ребенка какого возраста, да, тут тоже нужно понимать, что, ну, во-первых, не каждая семья может принять подростка, да, ну, в силу там ряда особенностей семьи, ну, например, в семье там родители уже в возрасте, да, в принципе, с другой стороны, родители в возрасте как раз маленького-то ребенка и не возьмут, а возьмут подростка, но опять же, нужно понимать, насколько они смогут, да, вот, просто я из своих, вот, помню пары семейные, которые у нас обучались, да и помню те пары, которые приходили и утверждали изначально, что они пришли за трехлеткой, брали подростков, по ним было сразу видно, что они возьмут подростков, потому что темперамент, особенности общения, да, вот, готовность включиться в какие-то вот такие вот вещи новые, да, а не наоборот, такое, вот, знаете, консервативное мышление, там, это новая музыка, она плохая, это слушать не надо, это вот плохо, то есть люди должны быть все-таки подвижны, должны быть готовы с этим ребенком к чему-то новому, потому что реально дети сейчас абсолютно другие, у них даже голова вообще по-другому устроена, что говорить о подростках, у нас шестилетний сын общается с техникой лучше, чем я раз в сто, потому что я там что-то не могу разобрать, а он, ребенок с синдромом Дауна в телефоне разобрался буквально там очень быстро в этих играх, и ты понимаешь, что они даже, наверное, от рождения немножко другие сейчас, да, дети, и подростки, они очень быстро все схватывают, тем не менее, это и опасно, потому что очень много вокруг всего, что схватывать, может быть, и не нужно, то есть должны быть люди готовые менять что-то в себе, прежде всего, да, потому что подросток, он сильно поменяет семейный уклад, если подростка в семье не было. Дальше, дальше по моим собственным наблюдениям могу сказать, что когда к нам в семью пришли подростки, сразу много, меня предупреждали, что это будет сложно, если приемный ребенок старше ваших кровных, на что я говорила, да что вы, что вы, я знаю лучше, хуже не будет, я этих детей очень хорошо знаю, они приходили к нам в гости, все их любят, мы с ними были в проектах, мои дети их знают, все будет хорошо, и представляете, в течение года пятеро детей из одного детского дома, двое из них братья и сестры между собой, в своей иерархии детдомовской, естественно, потому что они все из одного учреждения, для которых мы были вначале вожатые, потом родители, с одной стороны, это прекрасно, потому что мы были очень авторитетные для них, и они хотели к нам в семью, с другой стороны, вожатые это кто, это рубаха парень, это друг прежде всего, да, наставник, но не родитель, родители тем другая, родители это уже есть какая-то система семейная, да, где папа и мама это все-таки главные люди, да, и дети все там уже дальше, и уже рубаха парень не получится, это тоже сложно перестроить очень, и что получилось, я поняла, насколько психологи были правы, я поняла, как мне тяжело вообще просто, не имея опыта воспитания подростков своих кровных, взять в семью подростков, и как раз вот Диану, мы с ней на эту тему очень много общались, у нее как раз был опыт воспитания своей старшей дочери, которая уже, ну, уже вышла из подросткового возраста, даже она уже замуж вышла, и после этого она стала принимать подростков, и насколько она оказалась более ресурсной, чем я в то время, да, то есть, опять же, вот, наверное, по наблюдениям из моих рекомендаций, вам будет проще принять в семью подростков, если вы уже вырастили своих подростков, вы знаете особенности подросткового поведения, вы знаете, чего от них ждать, и не будете падать в обморок там от всяких там каких-то выходов, которые, в принципе, сейчас я уже понимаю вообще ни о чем, да, уже для меня это, какая ерунда, подумаешь, главный дом не спалил, да, вот, как вот мы говорим, вот, поэтому это очень важно, именно вот здесь ресурс семьи нужно как-то вот подходить к этому вот с другой стороны, да, и сейчас у меня, допустим, старшими стали кровные дети, потому что дочери старше 14, подростки уже выросли 14, да, но они все равно как-то рядом, но уже самостоятельно живут, значит, приемные девочки, которые с нами с трех лет 11, и сыну кровному 10, и малыши там дальше пошли, да, и вот я могу сказать, что в плане ресурсов моих, насколько мне стало свободно, комфортно, я могу работать, да, но у меня еще бабушка хорошо с нами все время живет, и у меня есть внутренние силы, там, помогать другим родителям, это случилось, наверное, вот тогда, когда выпустился подросток, который с нами жил больше всех, да, когда я поняла, что я не буду вздрагивать от звонка соцпедагога, будучи на форуме, или где-то постоянно выбегать, общаться, его искать, бегать, звонить, но у меня были очень сложные дети, да, вот, и это было очень тяжело, и поэтому сейчас я понимаю, что в семье, если говорить о психологической атмосфере, она сейчас самая классная, когда старший ребенок ровный, когда все остальные дети вписываются уже в систему вашу внутреннюю, семейную, никогда не приходят со своей и начинают вашу систему менять под себя, нет, а когда они уже вписываются потихонечку, ну и, конечно, самый огромный риск, это принять в течение года пятерых детей, это вообще просто, ну, нам просто некуда было деваться, тогда был закон Димы Яковлева, мы все знаем, закрывали шикарный детский дом, и наших всех детей, с которыми мы работали на протяжении года в проектах, пихали просто в такую далекую деревню, где у них была перспектива только пить, ну, больше ничего, и поэтому мы с волонтерами, кто работал с детьми, мы, вот прям по-русски сказать, распихивали подростков по семьям, вот просто вот, пожалуйста, искали людей, опять же, у нас был этот клуб, очень многих устроили, но больше всего взяли себе, вот с моей подругой, да, и вот у нас был вечер с ней, периодический вечер плача, я ей звоню, значит, рассказываю на следующий день, она мне, и вот мы друг к другу, значит, пожалуемся, пожалуемся, а мой, а вот этот, ай, бессовестный, хоп, полегчало, а мой, наследственник, а мой, ты вот, ты представляешь, у нее, по-моему, трое или четверо тоже, вот сразу одновременно, ну, куда их, ну, неужели мы их отпустим туда, на погибель, но, тем не менее, все наши дети выучились, поступили в колледжи, кто-кто-куда, да, у нее даже в вуз мальчишка поступил, то есть, как-то все равно получилось их поддержать, да, еще вот очень важный момент, по поводу принятия подростка, семья, принимающая подростка, должна понимать, что она больше семья наставников, нежели чем родителей, и вот это заблуждение, очень часто у родителей, вот недавно даже, меня консультируют семьи, часто мне звонила одна женщина, и когда я ответила на ее вопрос, она говорит, как же так, у нее же есть мама, какая же есть, я ей мама, ей 14 лет, совершенно верно, вы ей больше, да, она может вас называть мамой, как угодно, но примите, пожалуйста, тот факт, что у нее есть другая мама, и не настаивайте на том, что все, ты больше ни с кем не общаешься, раз ты в нашей семье, значит, только мы у тебя есть, это неправильно, потому что, реально, история принятия подростка, это история больше нашего наставничества, нежели чем родительства, и когда мы это понимаем, нам легче, и ребенку легче, и она мне сказала, большое спасибо, я для тебя хоть все поняла, потому что у меня голова кругом, я не понимаю, как нам взаимодействовать вообще, вот, да, это временная история в жизни ребенка часто, и как бы не хотелось многим родителям, которые приходят в ШПР с ожиданием, что вот, я найду этого подростка, он побежит и бросится мне на шею, с криком, мама, я всю жизнь тебя ждал, там, да, я им объясняю, ребят, если вы на протяжении хотя бы нескольких лет сумеете для этого ребенка стать настоящим наставником, нужным взрослым, это будет очень классная история, не требуйте от него любви, не требуйте от него, безусловно, и сразу вот, вот, вписывай, вот, чтобы он вписался в вашу семью, делал как вы хотите, этого быть не будет, этого, это невозможно, и мы очень много говорим про подростков, почему им тяжело, почему на них не нужно давить с учебой первое время, у нас уже такие прокачанные мамы, которые на вопрос новичков, ну, как у вас дела-то вообще, вот вы девчонку взяли, подростка, как у вас дела-то, она говорит, дела прекрасны, а учиться как? Учить на двойке, а как это прекрасно, ну, у нас отношения прекрасные, ну, что такое учеба, да, мы же понимаем, что учеба в жизни до там какого-то определенного момента, отношения с ребенком они навсегда, поэтому, как учиться, да учиться плохо, но дела все замечательно, все ребенок чудесный, и всё прекрасно. Но это уже мама с большим опытом работаю именно вот с детьми. Поэтому здесь вот семья должна быть ресурсной в этом плане. Не предъявлять завышенные требования и не давить на ребёнка в плане того, что всё, теперь вот мы сегодня твоя семья, и больше вокруг тебя никого нет. Мы наставники, да, вот на это время мы есть в твоей жизни, мы тебя очень любим, мы хотим тебе помочь, да, и мы сделаем всё, чтобы тебе было хорошо, чтобы мы стали семьёй. А уже дальше, как простроят родители отношения с ребёнком, будет зависеть их дальнейшая жизнь. Меня тоже недавно, вот, кстати, выложил в Фейсбук, вот у меня здесь, про которых можно написать книги. Вот я уже говорила, да, что на их историях многие дети остались в семье, просто потому, что родители понимали, что это такой трэш, что их там лайт-вариант по сравнению с нашим, просто ребёнка своего надо любить, ценить, уважать. И многие мамы говорили, боже, я поняла, какая у меня золотая дочь, или какой у меня прекрасный сын. И вообще всё так у нас оказывается прекрасно, по сравнению с тем, что может быть. Но это история зависимости, это история побегов, это история воровства, полиции и так далее. То есть там было много интересного. И вот, да, с одним из мальчишек мы какое-то время отдалились, потому что он стал совершеннолетним, очень долго этого ждал. И это один из тех детей, которого надо контролировать. Всё-таки, да, он должен знать, что есть какие-то границы, правила, иначе его несёт просто. Ну, там сама сложная история была в детстве. И вот он как-то отдалился, а сейчас опять, опять всё чаще и чаще мы вместе приходят, там подарки детям, он сейчас работает, хорошо устроился. Вот. Изменился очень сильно, потому что за его плохое поведение, такое трудное, про которое мы с ним очень много говорили, за которое он чуть не сел в тюрьму и так далее, оно повторялось несколько раз, и за что он был жестоко избит, чуть не лишился глаза, то есть жизнь не учит, да. Когда я всегда ему говорила, Артём говорю, ну вот сейчас пока я тут рядом, а потом жизнь будет учить. Вот жизнь начала учить. И спустя год это, могу сказать, мальчик сильно изменился, и так приятно, когда он приходит и такой уже большой, уже взрослый, обнимает, мам, я тебя так люблю, там, ну прости, но я там что-то там вся вёл не так, но я без вас вообще не могу. Это вот настолько ценно, потому что ты помнишь всё, что было, ты помнишь вот эти свои, вот эту, просто ты думаешь, что всё, вот сейчас я больше не могу, вот я не могу, и мне все говорили, всё, хватит уже, давай, отводи обратно, не надо, это всё тебе зачем, и есть другие дети. А ты понимаешь, что это невозможно, но это невозможно, потому что если ребёнок, который так себя ведёт, его ещё предать вот таким образом, вот, ну всё, то есть, ну, я прекрасно понимаю, что если бы эти дети не попали к нам в семью, они бы уже сидели в колониях сто процентов, потому что там настроение было не очень хорошее, ну, в плане того, что зачем покупать, когда можно взять бесплатно, зачем работать, когда можно воровать, да, и, в общем-то, все так живут, то есть вот дети жили вот так. И сейчас они изменились, и это очень здорово. Поэтому было очень много заблуждений с моей стороны тогда, были хорошие наставники, которые меня воспитывали, в плане помощи, да, мы друг с другом в программе, можно сказать, равной-равному, с моими подругами, у которых были такие же дети. Собственно говоря, вот этот весь бесценный опыт мы сейчас и передаём, когда вот проводим стажировки для родителей, когда ведём ресурсные группы, работаем в клубе. Поэтому, если у кого-то будет желание к нам присоединиться, милости просим, с удовольствием. Далеко это где? Ну, Владимир, Владимир. Да, к нам приезжают из Тверской области. Нет, у нас есть вот вебинары, да, по субботу можно подключаться спокойно, да, и, в общем-то, получать тоже информацию. Сергей, а у вас кто-то будет вот материалы раздавать вообще? Вот как вот людей подключить, допустим, вот к программам? Я дам свой контакт, да, и мы тогда, я просто всю инструкцию пришлю для подключения, можно подключаться. Я думаю, что нужно будет, как часть материалов по конференции, дать контакты на того, где есть клубы Азбука приёмной семьи, вот, будь то Москва или Московская область, либо даже по регионам, поскольку... Но их не так много, по регионам их всего пять. Они есть. Тверская область, Мурманска, Красноярск, Архангельск, Пенза. Самара? Вы знаете, в Самарской области даже нет организации, с которой мы бы работали как союз. У вас есть приёмно-райцевская организация? Вот, это хорошо. Так что мы никаким образом не взаимодействуем. Давайте мы сейчас так поступим. Я думаю, было очень интересно, послушать такие развернутые ответы. Не вижу пока рук с вопросами и с комментариями. Может быть, они будут? Если их не будет, я уже вам сейчас буду вопросы задавать, тем, кого знаю, потому что знаю, что есть, наверное, чем поделиться. И сказать мне, на самом деле, вот, вернуться хочется немножко к той начальной заявленной теме, да, про кровных детей, как они вписывают, как они реагируют, как они вписываются. Вот, только я Татьяне хотел вопрос задать. Вот они и появились. Красавица. Ты убегаешь, Татьяне? Нет. Нет? Можно тебе вопрос задать? Вот, смотрю на вас, любуюсь, хочу спросить. Вот, много чего сегодня было сказано, да, как это всё проходит. Если есть возможность, пару слов просто сказать, вот, в вашей семье. Как это было, потому что у вас детки есть такие, есть такие. Таня, микрофон нужно, если можно. У нас, вот, Андрюшке, он у нас уже пятый год, ему в этом году исполнилось 17 лет. И мы, может быть, не по науке, конечно, поступили изначально, то есть он был средний. У нас младшие дети были. На тот момент Алёнке было 2 года, Вере было 5 лет. Ну, и Лизе было, значит, 4 года старше. Сколько это было? 16 ей было. Вот. И у нас трудности, на самом деле, у нас вот только, может, полгода, как, ситуация как-то полегчала. 5 лет? Почти, да, да. 5 лет полегчало? Да. То есть, именно было трудно, и нам было, как родителям, трудно, потому что у них были контры именно с нашими родными, с малышами. Старшая, наверное, легче всего всё это восприняла и приняла. Вот. Просто маленькие очень ждали братика. Ну, да, мы готовили, говорили. И, ну, когда он пришёл, ожидания не совпали. Совершенно просто, да. Вот. И долгое время шла вот эта битва. То есть, мы думали так, а это не так. И битва за папу. Мама-то с ними всё время, как бы, нету такой скучания. А за папу просто битва была за каждую минуту. Вот. Только сейчас, в общем-то, более-менее я могу сказать, что да, он наш. Он как родной уже, уже как бы не представляешь, что его не было. Спасибо. Спасибо. Дальше. Можно я расскажу тоже у меня, да, когда мы взяли в семью первых двух детей. У меня дети очень ждали. Они тоже были в разных проектах с нами. Сами они знали, у нас вот детям было тогда дочке 15 лет старше, потом 11 лет и младшей, получается, 5, 4. Вот. И они очень ждали детей. Вот приходит мальчик с девочкой. Значит, девочка вся такая послушная-послушная, брат с сестрой, а он такой непослушный. И я вот увидела, что ревности у детей к ним не было, но они видели, как сильно я переживала, и они вот начали плохо относиться, потому что они видят, что я переживаю, и я же с ними привыкла делиться какими-то вещами. Конечно, я не всё рассказывала далеко, что происходило, но они видели, что я в стрессе, в тревоге. И вот это очень сильно повлияло на их отношения. Потом, конечно, урегулировалось. Мне очень помогла арифметика добра. Очень здорово получилось, что и ресурсная группа началась. И я поняла ещё, у меня вот все дети четверо, кто, может быть, не слышал, я говорил на предыдущем, они все были в семьях и всех их, и по несколько раз их возвращали. Вот. И даже жестокое обращение было в семьях. И получается, что все родители их не обращались за помощью, потому что они думали, что они справятся. Их как ресурсные родители утвердили, и они приняли в семью. И я поняла, что даже я, несмотря на то, что я больше 10 лет работаю с сиротами, уже исчерпываю ресурсы, потому что одно дело, ты знаешь, это как в брак ты вступаешь, начитался книжек, думаешь, ну что там. Вот. А тут, когда практика начинается, я думаю, как любить, когда ты вот с таким багажом видишь человека. И тоже вот приёмный ребёнок. И я вот много родителям говорю, если хотите себя вот настоящего увидеть, возьмите приёмного ребёнка, вот полезет вся гадость. И вот это вот, если ты думаешь, что ты весь такой хороший, вот увидишь себя во всей красе. По крайней мере, ты себя увидишь, да, может быть, другим не покажешь, но ты уж с собой точно можешь разобраться и увидеть, с чем ещё работать. Вот. И мне очень помогло. То есть я наполняюсь, мне очень помогли и родители тоже, и психолог. И психолог как раз мне сказал, обрати внимание на ребёнка среднего, на дочку, как она ревнует. Я даже не замечала. То есть я вся окунулась, у меня уже вот третья девочка пришла ко мне в семью тогда. Вот. И я не ожидала, что такая будет ревность. Я не поняла, что это ревность. И вот если бы тогда упустила, и она мне не помогла поработать с этим, я бы тоже вот потеряла ребёнка. И действительно, она вела себя отвратительно. Но я даже этого не замечала, потому что у меня всё было направлено на самых непослушных. И вот у меня в семье я сделала родительский день. Они прямо ко мне приходят, говорят, сегодня ты моя мама. Только моя. Вот. Иногда бывает, что в день я с двумя, но только с одним ребёнком. Вот я выезжаю куда-то, но только в условии, что они должны решить, куда. То есть вот они, это их дело, они говорят, что мы с тобой идём туда-то. Всё, в кино там или в магазин. Всё, только я и ты. Вот. Вот это тоже помогло. Но это тоже вот опыт других родителей. Вот. Поэтому, слава Богу, что есть такая вот равная-равному, да, что не только психологи, но ещё родители друг с другом, да, уже все стали уже психологами за это время, да. И вот не нужно в этом вариться самому, думать, что я христианин, я справлюсь. Я вот буду молиться, да, Бог отвечает. Это правда чудесным образом. Работа с сердцем – это его работа. Я думаю, никогда не смогу даже смотреть на этого ребёнка, который столько боли причинил, и это уходит, да, и любовь есть. Но вот делиться этим нужно, потому что иногда просто на корню может это всё уже даже не расцветать, вот эта вся злость, гнев и всё такое. Вот. Так что спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте. Я из Омска. Я сама приёмный родитель и волонтёр у нас. Мы ведём школу приёмных родителей тоже в нашем городе. И знаете, я для себя как-то даже не… сейчас поднялась тема кровных детей. И я никогда для себя не отмечала вот все моменты, которые вы сейчас назвали. У меня к ровному 26 лет. И одна дочка, она усыновлена, удочерена, а одна пока вот в статусе приёмной находится. И она как раз сейчас в подростковом возрасте. И я почему никогда не задумывалась, что когда внутри атмосфера положительная, то о своём кровном я даже вот не думала, что могут быть такие проблемы. Я когда вас слушала, Алла, и я прям СМС-ку написала сыну сейчас сразу же. Потому что сейчас вот у девочки подростка, дочери подростки, сейчас день рождения. И вот он собрал их и повёл там шопинг. И уже там они сидят. И я понимаю, что… И он мне пишет, мама, Арина уже подросток. Я прям написала себе, что вы сказали, что хорошо, когда кровные дети вообще понимают, или старшие дети понимают, что в семье есть подросток, что они не конфликтуют, не их раздражают. И вот я вас послушала, спасибо вам большое. Оценила. Иногда надо смотреть на себя со стороны. Спасибо большое. Спасибо вам за ваши комментарии. Очень интересно и ценно послушать и ваш опыт. Я смотрю на часы. У нас время 16.30. Нам как бы нужно закругляться по регламенту. Я ещё попрошу наших двух экспертов подытожить буквально в двух-трёх фразах то, о чём мы говорили. От себя скажу только одно, вот в адрес Натальи, благодарность. Потому что вот то, чему она сегодня учит здесь, это такой опыт, знаете, вот пять за один год принять подростков, это вообще неправильно. И выжить после этого. Когда ты уже вышел, ты можешь сказать, ну, пускай мой трешевый пример, он станет кому-то в помощь. Вообще очень классно, да, когда вот ты показываешь что-то такое негативное, что было происходило, но потом, через какое-то время есть позитивный результат. Это на самом деле большое воодушевление. То, о чём говорили родители, вот Татьяна сказала, да, четыре года и сейчас лучше. Мы проходим сейчас очень сложную ситуацию в нашей семье. У нас только полтора года, и тоже подросток 16 лет, и мы учимся, у нас там не пять пришло одновременно, но нам одного хватает вот так. И то, что вскрываются все наши внутренние штуки, которых ты мог и не знать, как вот увидеть себя на фоне вот этого вызова, всё это так. То есть вот каких-то лёгких путей я нигде не увидел ни в одной истории, ни у кого, вот то, что Элла говорила из-за своего опыта. И я думаю, что это очень полезно и классно, эти все вопросы нам поднимать и в таком родительском сообществе обсуждать. Наталья, я вас прошу вначале потом эллу как бы нам подытожить, завершить, и будем закругляться. У меня есть. Да, спасибо всем большое, конечно, что пришли и нас послушали. Очень люблю общаться с родителями. И хочу всех призвать, если у вас есть такие сообщества, как клубы, да, какие-то ресурсные группы, форумы, площадки, пожалуйста, участвуйте. Потому что если вам кажется, что вы со своей проблемой один на один, то это далеко не правда. Да, из любой проблемы, из любой какой-то неприятной ситуации внутрисемейной можно найти выход. Только нужно найти нужный ресурс, нужно найти специалистов, нужно найти людей, которые вас поддержат, помогут и направят туда, вот где вы увидите вот этот путь выхода из этой ситуации. А самое главное, да, вот сегодня говорили много про трудности, мало про любовь. Все-таки я считаю, что приемные родители – это люди, которые приходят… Есть некий такой духовный посыл еще, да? И это очень важно, когда у человека, вот он об этом думает и понимает, что… Ну, сначала это были такие, знаете, геройские такие выпады с моей стороны, если не я, то кто же и вообще. Да, за это, конечно, я получила по полной программе, но это тоже учат. И все равно, вот я руковожу организацией всероссийской, это более… В России более 420 тысяч приемных семей, не все, они, конечно, наши организации далеко, вот, но это просто общая цифра. И большинство из этих людей – это люди, которые пришли с открытым сердцем и с искренним желанием помочь. И я очень рада, что мы все занимаемся этим прекрасным делом. Буду очень рада вашим… Буду рада с вами подружиться, особенно в Фейсбуке, потому что я там очень часто бываю, часто отвечаю. Если кому-то нужна будет моя помощь, поддержка, консультация, вот, пожалуйста, обращайтесь. Спасибо большое. Спасибо, Даталья. Ну, а с вами, друзья, мы будем работать в ближайшее время очень плохо. Ну, теперь вас попросим тоже пододушить. Я скажу немного, всегда эту конференцию я жду, потому что, вы знаете, иногда в процессе работы немного опускаются руки, крылья, потому что почему-то плохие новости всегда идут быстрее. И когда читаешь или смотришь какие-то жуткие истории о детских домах, о выпускниках детских домов, о подростках, получается, ну, иногда смотришь, что, ну, безвыходная такая ситуация, а что же будет с этими детьми? И когда приходишь на эту конференцию и смотришь всё-таки очень много неравнодушных глаз, сразу же жить хочется. Сразу же понимаешь, что даже когда мы всех призывали когда-то, что если все верующие люди возьмут по одному ребёнку, а тут смотришь семьи, где не по одному и даже не по два, то тогда получается, что всё будет хорошо. И на самом деле убеждаешься ещё раз, что на свете добрых людей, любящих людей гораздо больше, чем злых людей. И всё-таки мы стараемся и направлены, эти добрые люди направлены на то, чтобы помогать друг другу. И действительно, если вы говорите об усыновлении, принятии ребёнка в семью, говорите людям в первую очередь правду. Второе, нужно говорить о том, чтобы люди рассчитывали свои силы, потому что действительно принять подростка, на мой взгляд, это действительно подвиг. К сожалению, ещё никто его не оценил ни в граните, ни в денежном эквиваленте, ни в чём. Но это правда подвиг, который забирает очень много жизненных сил, забирает времени, молодость, здоровье и так далее. Но всё это возвращается в сторице, это возвращается в виде таких судеб, о которых вы рассказывали, что ребёнок изменился, и ребёнок живёт полной жизнью. Но тем не менее, знаете, как в нашем бизнесе, в этом усыновлении, очень много играет сарафанное радио. Когда вы говорите и делитесь, когда вы говорите о том, что подумай о своём супруге, подумай о своей семье, подумай о своих кровных детях. Послушай психолога, когда тебе говорят о возрасте и количестве детей и принятии. А попробуй рассчитать все свои силы и ресурсы. Их рассчитать невозможно. Невозможно подготовить ребёнка даже к рождению младшего брата. Это невозможно. Это всё теория. Но тем не менее, постараться что-то сделать для того, чтобы избежать хоть немножко каких-то проблем. А проблемы они будут. Чтобы воспитать своего ребёнка, кровного, уходит полжизни. Чтобы воспитать ребёнка приёмного, уходит вся жизнь. Потому что очень многие из них останутся детьми, потому что у них были потеряны те годы, пока не прожили в учреждении. И вот знаете как? Из психологии людей мы не всегда слушаем врачей. Но знаете, есть такой синдром. Одна женщина сказала. И вот когда мы передаём информацию друг другу, когда мы, это ещё наш опыт, это очень влияет на людей. Это очень влияет на то, что как он поступит завтра. Как он отнесётся к тому или другому сироте. Как он отнесётся к своему ребёнку, к своему супругу. И это играет очень огромную роль. Вот мы с вами, мы как носители этого видения. Носители того, что действительно, но это не громкие слова, что это Россия может быть без сирот. И это сделаем мы с вами. Это сделают наши примеры. Это сделают вот такие родители, которые молодые, красивые. И вот так сказать, что столько детей. Вот такая история. Знаете, ну сложно поверить. Но это действительно так. Удачи вам, успехов в воспитании. И дай Бог вам силы и здоровья. Спасибо большое, Элла. Я думаю, мы на этом будем заканчивать. Я хочу ещё раз всех поблагодарить участников, которые здесь были вместе с нами в зале. Также поблагодарить всех тех, кто присоединился к прямой трансляции в эфире. Тех, кто будет смотреть это в записи. И подтверждаю просто слова Эллы, что мы с вами действительно носители. Носители того, может быть, образа приёмного родителя, либо усыновления. И те плоды, которые мы, может быть, сегодня пока не видим. Пройдёт короткое время. Мы увидим. Это изменённые жизни. И это то, что очень сложно измерить, как-то оценить в формате сегодняшнего времени, когда порой на первое место выходят достижения в карьере. Это благосостояние. Изменённая жизнь человека – это ещё гораздо более дорогого стоит. И, может быть, это не одна жизнь. Может быть, изменив жизнь одну, мы изменили жизнь целого поколения. Ещё раз всем спасибо. И до встречи завтра. Спасибо. 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 Спасибо.